Такая прикольная заправка. Я зашла, говорю, а как проплатить? Она говорит, ты сначала набери бензин, а потом придешь ко мне заплатишь сюда, в само помещение. Подъехала, и такие кричат, кричат. Это я уже нахожусь на полуострове Флорида и еду уже много-много миль, уже почти 150 миль проехала от Панама-Бич, а Панама-Сити-Бич, вот по такой трассе, вот такая трасса, кругом леса, кругом деревья, кругом фермы и все прочее. И я часто терялась, вот эти такие заправки, старые какие-то. Для того, чтобы начать заправку, надо вот эту штуку поднять вверх. А я иногда вставляла, думаю, да что такое, что она не заправляется, оказывается, надо наверх дернуть, а тогда начнется заправка. Я долго-долго ехала, думаю, ну неужели здесь не будет ни одной заправки, потому что, ну лесная зона, просто проселочная дорога, лесная зона. Слава Богу, попалась мне первая заправка. Ух ты, здесь AirBot Guide, Captain J.R. Walter. Итак, 13 галлонов на 33,50. А теперь пошли платить. Окей, I'm ready. А, и вон, и вон метёв. Такая прикольная заправка, я такую впервые вижу. Вот тут кругом оленя, вот тут, кто там, кто там крыску держит. А нет, это, это я думала, это просто, это голова там, она была, крокодил здесь. И такой свинт, и здесь же. Ну все, сказка. Я уже проверила Реструм, всё нормально, всё функционирует. Он дециклирует, и вон там тоже и рыба, и олени, и тюрки. Что-то у меня там течёт так сильно, всегда я заметила. И всегда лужа, я надеюсь, что это просто вода. Остановлюсь, попью свой кофеёчек. Она, видимо, здесь живёт, эта женщина. Потому что так далеко, если ездить на работу каждый день, то это вообще. Я ехала, ехала, ехала. Что-то у меня там уже кричало. Ты чёшь? Продолжение следует...